Здравствуйте! Принц Греции и Дании Андрей. Отец принца Филиппа, принца Греции и Дании, герцога Эдинбургского, мужа английской королевы Елизаветы. Принц Андрей был седьмым ребенком и четвертым сыном короля Греции Георга I и Ольги Константиновны. Как и все его братья и сестры, был внук датского короля Кристиана IX. Он начал военную подготовку с раннего возраста и был назначен офицером в греческую армию. Его командные должности были настоящими назначениями, а не почестными. Он был участником Балканских войн. В 1913 году был убит его отец Георг I. На престол зашел его старший брат Константин. Началась Первая мировая война. Константин придерживался политики нейтралитета, что и привело к его оставке. В 1917 году на престол Греции был поставлен сын Константина Александра. Королевская семья была высвана из Греции, в том числе и принц Андрей. Через несколько лет они вернулись. Позже Андрей участвовал в греко-турецкой войне 1919-1921 годов. Но война пошла плохо для Греции. Принц Андрей был частично обвинен в потере греческих территорий. Он был сослан в 1921 году. Большую часть оставшегося времени провел во Франции. К 1930 году развелся со своей женой, принцессой Батенбургской. Его единственный сын, принц Филипп, служил тогда в британском флоте. Все четыре его дочери были замужем за немцами, трое из которых сотрудничало с нацистами. Князь Андрей родился в Афинах в 1882 году. Четвертый сын короля Георга I. Да, он рос, воспитатели его учили английскому языку, но он с родителями хотел разговаривать только по-гречески. Он также говорил на немецком, датском, русском и французских языках. Он учился в кадетском училище, а также в колледже в Афинах. Обучался на военных курсах предметы Панайотиса Данглиса. Несмотря на свою близорукость, Андрей присоединился к армии в качестве кавалерийского офицера в мае 1901 года. В 1902 году принц Андрей познакомился с принцессой Алисой Батынбергской на коронации ее дедушки и мужа ее тети, короля Англии Эдуарда VII в Лондоне. Принцесса Алиса была дочерью принца Людовика Батынбургского и принцессы Виктории Геценской и Рейнской. Они полюбили друг друга и через год состоялась их свадьба. 6 октября 1909 года Андрей женился на Алисе на гражданской свадьбе в Дармштадте. На следующий день были проведены две религиозные свадебные службы. Одна лютеранская евангелическая и еще одна греческая православная. У принца Андрея принцессы Алисы было пять детей, у всех из которых позже родились собственные дети. В 1909 году политическая ситуация в Греции привела к государственному перевороту, поскольку афинское правительство отказалось поддержать критский парламент, который призывал к унии Крита с материковой Грецией. Купа недовольных офицеров сформировала греческую национальную военную лигу, которая в конечном итоге привела к отставке принца Андрея из армии и приход к власти Элифтериуса Венезелоса. Несколько лет спустя, когда в 1912 году возразились балканские войны, принц Андрей был восстановлен в армии в звании подполковника 3-го кавалерийского полка и командовал полевым госпиталем. Во время войны его отец был убит и Эндрю унаследовал пилу на острове Корфу. В 1914 году Андрей занимал почетные военные должности как в Германии, так и в Российской империи, а также в прусском, русском, датском и итальянских рыцарств. Во время Первой мировой войны он продолжал посещать Великобританию, несмотря на завуалированные обвинения в Британской палате общин о том, что он был немецким агентом. Его брат, король Константин, придерживался политики нейтралитета во время Первой мировой войны. Но демократическое избранное правительство Элифтериса Венезелоса поддержало союзников. В июне 1917 года политика нейтралитета короля стала настолько несостоятельной, и греческая королевская семья была вынуждена покинуть страну. В течение следующих нескольких лет большинство членов королевской семьи Греции жили в Швейцарии. На престол был поставлен сын Константина Александра. Но король Александр рано умер. Константин был восстановлен на престоле, и Андрей был вновь восстановлен в армии. На этот раз в чине генерал-майор Андрею было поручено командование 2-й армии. Корпус во время битвы при Савелье, который фактически поставил тупик в веко-турецкую войну. Эндрю мало уважал старших офицеров, которых он считал некомпетентными. 15 сентября 1921 года Андрею было приказано атаковать грецкую позицию в ближайшее время. Но он отказался подвергнуть своих людей чрезмерной опасности. Принц Андрей следовал своему собственному плану битвы, шуму разочарованию командующего греческими войсками Анастасиоса Папуласа. Принц Андрей был освобожден от должности начальника штаба, и ему предложили уйти в отставку. Но турки снова напали на греческие войска, и принца Андрея отправили в отпуск, пока его не перевели в высший армейский совет. В марте 1922 года он был назначен командующим 5-м армейским корпусом в Эпире, на Иоаннических островах. Папулас был заменен на генералом Геоса Хациальнестиста. Греко-турецкая война 1919-1922 годов привела к революции 11 сентября 1922 года, во время которой князь Андрей был арестован, предан военному трибуналу. Его обвиняли в невыполнении приказа и действиях по собственной инициативе. Во время битвы в прошлом году обвиняемые в судебных процессах, а государственные из Вены, последовавшиеся переворотом, были расстреляны, в том числе и Хацианетис, и пять закопоставленных политиков. Британские дипломаты предполагали, что Андрей тоже находился в смертельной опасности. Андрея хоть и пощадили, но выгнали из страны. Его семья бежала в изгнание на борту британского крейсера «Калипсо». Семья поселилась в небольшом доме, предоставленном ему в долг, богатой невесткой Эндрю Георгией. Сен-Клу на окраине Парижа. В 1930 году Андрей опубликовал книгу под названием «Настречу катастрофе. Греческая армия в Малой Азии» в 1921 году, в которой он защищал свои действия во время битвы при Сакарье. Ему тогда было только засор, а он вынужден был вести жизнь обычного пенсионера. Во время ссылки их семья разобщалась. Алиса нервничала, и они развелись в Швейцарии. Их дочери вышли замуж и поселились в Германии, отделились от Андрея. А Филиппа отправили в школу в Англию, где его воспитывали британские родственники матери. Андрей поселился на юге Франции, на французской ривьере. Он жил в небольших квартирах, в гостиничных номерах или на борту яхт. Со своей подругой Андрея Делебинь. Его брак с Алисой фактически закончился. И после ее выздоровления и освобождения из их больницы она вернулась в Грецию. В 1936 году приговор о ссылке был отменен на основании закона о чрезвычайном положении, который также остановил землю и ренты короля. Андрей вернулся в Грецию с кратким визитом. В следующем году его дочь Сесиадь и двое его внуков погибли в авиакатастрофе в Остенде. И тогда на похоронах он встретил свою бывшую жену Алису. В 1944 году принц Андрей умер в Монте-Карло. До встречи!